Узнаете. А вообще, что это такое хламидиоз? Давайте разберёмся. Посмотрите на экран. Хламидия – это внутриклеточный паразит. Попадая в организм, она обустраивается внутри наших клеток. И они становятся для микроорганизма не только пристанищем, но и пищей. Со временем хламидии размножаются в клетке, их становится больше, и они разрушают её. Высвобождаются и начинают заражать новые клетки. И при этом человек ничего не чувствует? Ну, в некоторых случаях заболевание может сопровождаться очень смазанной симптоматикой. У человека может возникать небольшое повышение температуры, но эти симптомы большинство людей, конечно, списывает на банальную простуду. Так в чём же вред этого заболевания, если оно бессимптомно? Очень часто хламидиоз приводит к бесплодию. Что нужно для того, чтобы в женском организме произошло зачатие? Необходимо, чтобы яйцеклетка, которая вырабатывается в яичниках, могла попасть в матку. Для этого существуют маточные трубы, по которым, собственно, яйцеклетка и попадает в матку. В таком случае возможно оплодотворение. Так происходит месяц за месяцем, но всё это зависит от того, насколько проходимы маточные трубы. В том же случае, если хламидия попадает внутрь организма и начинает размножаться, активно происходит спаечный процесс в маточных трубах, и в таком случае яйцеклетка не может попасть в матку, и, соответственно, зачатие в таких случаях невозможно. То есть хламидиоз опасен только для женщин? Нет, для мужчин тоже. Ведь у мужчин вырабатывается сперма, в которой содержатся сперматозоиды. И они, именно они, оплодотворяют яйцеклетку. Для этого они должны быть подвижны. И можно провести такую аналогию, что они должны попадать в цель. Вот вам мишень, Михаил. Вы, как заслуженный отец, должны знать, как это делается. Вот, Михаил попал. В десяточку. В десяточку, Михаил. Но что происходит в том случае, если мужской организм поражается хламидией? Происходит воспаление. Воспаление, в первую очередь, предстательной железы. И в таком случае попробуйте, Михаил, попасть еще раз. Боюсь, Михаил, что с таким пистолетом в цель вам не попасть. Это просто безопасный секс. Бессмысленный, я бы сказал. Бессмысленный и безопасный. Пустые сперматозоиды. Совершенно верно. Дело в том, что хламидиоз вызывает у мужчин такое состояние, как азооспермия или аспермия. В таком случае количество сперматозоидов и их подвижность резко уменьшается. И в таком случае сперма у человека есть, а вот вероятность зачатия очень и очень низкая. Так как же вернуть себе боевую форму? Необходимо, в первую очередь, уничтожить хламиди. То есть вылечить хламидиоз. Верно. Как же это сделать? Узнаем у нашего эксперта. У нас в студии акушер-гинеколог, заведующий отделением гинекологии клиника диагностического центра 1-го Московского государственного университета имени Сеченова, Романа Геннадьевича Сергеева. Прошу вас. Здравствуйте, Роман Геннадьевич. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Я так понимаю, сейчас хламидиоз, к сожалению, стал популярным заболеванием. Как же с ним справиться? Ну, лечение хламидиоза начинают со специфического противовоспалительного лечения, включающего антибиотики, поливитамины, препараты, улучшающие микроциркуляцию в очаге воспаления. И оно направлено на то, чтобы убрать хламидии из организма. Также проводится у женщин оценка, так как хламидии дают массивные спайки, проводится состояние оценки маточных труб. И в зависимости от того, насколько длительный был процесс, запущенный... А это важно, да, я так понимаю? Это важно, потому что труба может быть на всем протяжении быть закупорена, может быть где-то какие-то участки закупорены. От этого зависит тактика ведения. Если, конечно, вся труба или обе трубы закупорены полностью, то в таких ситуациях практически установить проходимость трубы невозможно. И женщина, данная, сможет иметь беременность только путем экстракорпорального оплодотворения. Если воспалительный процесс затронул небольшие участки на трубах, тогда с помощью современных оперативных методик, лапароскопической в частности, проводится рассечение спаек, и трубы становятся проходимы. Вот у мужчин также проводится противовоспалительная терапия, направленная на то, чтобы убрать очаг воспаления. Чаще он там в простате располагается, в семи выносящих протоках. И когда мы убираем воспаление, через примерно 80-120 дней, это срок созревания сперматозоидов нормальных, мужчина готов к нормальному оплодотворению. Вот если у мужчин также может быть происходить закупоривание семи выносящих протоков, тогда сперматозоиды не могут попасть. В настоящее время проводятся реконструктивные операции, микрохирургия, которая позволяет также восстановить семи выносящих протоковую проходимость, и сперматозоиды также могут попадать нормально. Если, конечно, процесс запущенный, длительный, и на всем протяжении, или на большом протяжении, семи выносящих протоковую проходимость, к сожалению, восстановить его в настоящее время пока не представляется возможным. И в таких ситуациях данный мужчина, чтобы иметь детей, придется брать биопсию, биопсийную аспирацию сперматозоидов, и тоже через экстракорпоральное оплодотворение уже иметь беременности. Зачем же такие сложности? Нужно вовремя диагностировать заболевание. Оно передается только половым путем? Ну, в основном, на сегодняшний день, это половой путь передачи, ну, еще так называемый вертикальный путь передачи. Это когда мама может инфицировать своего ребенка, который находится внутренне во время беременности или во время родов. Как происходит диагностика? Основной это метод полимеразно-цепной реакции, так называемый ПЦР, позволяющий выявить ДНК хламидии. То есть, чтобы, грубо говоря, сдать этот анализ, надо пойти к гинекологу? Надо пойти к врачу или к урологу. Или к урологу. И сдать этот анализ. Сдать эти анализы. В каких случаях надо идти сдавать анализы? При незащищенном половом акте, я так понимаю? Да. Супружеским парам, которые в первую очередь желают иметь детей, беременным женщинам также. А вот эта хламидия не может навредить плоду? Нет, хламидии как раз-таки наиболее опасны для плода, потому что ребенок маленький, он имеет слабый иммунитет, и при инфицировании, и когда оно раздается на свет, в зависимости от того, когда происходит инфицирование, внутриутробно или во время родов, от этого, как чаще всего, зависит тяжесть заболевания. Если он инфицирован внутриутробно, то это наиболее тяжелый процесс, потому что поражаются внутренние органы, легкие, трахея. Если процесс такой более распространенный, поражаются органы брюшной полости, головной мозг может поражаться, и бывает случай летального исхода детей. А если люди, например, вот муж и жена имеют много детей, и уже как бы они в возрасте, и уже им дети не нужны, они ждут внуков, и вот у них, не дай бог, хламидиоз, чем он опасен? Ну, если хламидиоз не лечить, то он может из-за чего первичного поражения, распространяться по организму. В первую очередь и наиболее часто поражаются суставы. Там вызывается такой реактивный артрит. Также может, если процесс распространения, может поражаться органы зрения, чаще всего это конъюнктивит. Но, к счастью, процессы обратимы. При своевременном назначении лечения никаких последствий не оставляют, и человек становится здоровый после излечения. Спасибо вам большое. Представьте. Спасибо. В рубрике «История болезни» мы сегодня говорили с вами о хламидиозе. Будьте внимательны, друзья. Спасибо. Спасибо.